Добрый день, Ариэль. Добрый день. Сегодня 7 декабря 2023 года. События очень такие интенсивные. Путин посетил Арабский Восток, встречался с шейхами. В принципе, ничего особенного нам после встреч не объявили. Я так понимаю, что нам нужно самим догадываться, что же было на этих встречах. И сразу после встречи сегодня вдруг президент Ирака приехал в Россию посетить Путина. Что же такое он привез с собой, что вдруг арабский лидер с другой страны приехал посетить? И как вы предполагаете, что обсуждалось во время встречи Путина с арабскими шейхами в Объединенных Арабских Эмиратах? Да, добрый день. Да, мы действительно эту тему вчера обозначили, что она имеет большое на самом деле значение для региона и мира в целом. Это не просто визит между двумя странами. Это необычный двухсторонний визит. Этот визит несет действительно стратегическое влияние. Большей степени на мировую экономику. Я сейчас скажу, в принципе, в чем это заключается. И, кстати, это не секрет, зачем он приезжал. То есть, как минимум, три, а то и четыре вопроса, они были на поверхности четыре важных вопроса. Первый вопрос, который мы с вами вчера затронули, что Путин хочет сохранить в любом случае хорошие связи с Израилем. И поскольку прямые контакты России-Израиля сейчас невозможны из-за событий, а статус и уровень он хочет лично передавать информацию, чтобы дипломаты ее не искажали. И вот самый надежный оказался канал, это как раз-таки через Эмираты, через Абудаби. Скорее всего, я предполагаю, что глава МОСАДА встречался с кем-то из представителей российской делегации, которая сопровождала Путина в этой поездке. Потому что глава МОСАДА сейчас челночно находится в Катаре и в Эмиратах тоже, введя там переговоры. Но это может быть, например, и глава канцелярии, премьер-министра Израиля, который тоже, в принципе, пользуется высоким доверием. Это не может быть никто из министров, потому что они политические назначенцы. Но вот глава службы национальной безопасности, глава МОСАДА, и глава канцелярии премьер-министра, вот это три человека, которые вполне могли быть отряжены на эту встречу. Кто точно, я не знаю. Но, в принципе, то, что израильские высокопоставленные чиновники постоянно сейчас находятся в Эмиратах, это факт. Поэтому встреча такая, скорее всего, произошла. Россия нужен гарантия, гарантия ее участия в духовном совете, трехстороннем духовном совете в Иерусалиме, который будет создан после окончания всех войн Араба-Израиля, вот этой последней войны, которую, надеется, станет последней войной, и будет заключен новый мировой порядок в рамках Ближнего Востока. И заключен он будет с созданием альтернативной ООН-организации вот этого трехстороннего духовного совета представителей иудаизма, ну, евреев, и представителей христианства и мусульман. Вот. И, значит, в этой трехсторонней комиссии христиане, естественно, тоже будут представлены и православные, и католики, и протестанты, и Россия хочет занять, ну, как минимум, равную скрипку западным представителям, потому что среди христианского мира православие – это, мы знаем, меньшинство, да, а большинство – это все-таки католики и протестанты, ну, их просто физически гораздо больше. И Россия таким образом хочет застолбить свое место, потому что она обладает, во-первых, большим количеством храмов в том же Иерусалиме, поэтому здесь огромное, огромное будет еще вот это вот устаканивание, как будет выглядеть вот этот религиозный совет, какие решения он будет принимать, и, естественно, Россия в этом всем хочет участвовать. Поэтому это первая причина тайная, а две другие, они абсолютно явные. Значит, это, естественно, заключение торговых отношений с Эмиратами и, главное, с Саудовской Аравией о торговле нефтью и газом в обход доллара. Вот эта стратегическая цель, которая реально и для России очень важна, и для мировой экономики очень важна, эту цель поддерживает Китай, который также недавно встречался с представителями Саудовской Аравии, и Эмират, и Катара, естественно, и Иран. Вот, поэтому сейчас идет вот такой мощный экономический блок, который хочет торговать энергоресурсами в обход доллара. И это, в принципе, правильно. По большому счету, стратегически это правильно для мировой экономики отвязать доллар от нефтепродуктов. Вот, поэтому это вопрос на триллион долларов, скажем так. То есть, это вот сам по себе этот вопрос торговли без доллара, это вопрос на триллион долларов. Сумасшедшая совершенно цифра, и, соответственно, это такое не может выполнять какой-то чиновник. Поэтому Путин должен был приехать сам, лично, персонально, с глазу на глаз, обсудить ключевые условия конца пакса-американа, конца доминанты американского доллара, который с 70-х годов прошлого столетия, после отвязки его от золота, был прочно привязан к цене на нефть. Фактически через цену на нефть и контроль над энергоресурсами контролировалась вся мировая экономика. Это очень важный аспект. Третий момент, который дополняет вот этот главный, но он тоже является сам по себе вопросом внутри себя, который надо было решить, это контроль над объемом добычи нефтепродуктов. То есть, первый вопрос – это торговля нефтью в обход доллара, прямые свопы, так называемые, это профессионально звучит, когда нефть продается за национальные валюты стран. Это, кстати, именно то, о чем договорился Китай с Ираном уже. И второй вопрос – это квоты добычи, потому что нефть, она все равно – это ограниченный ресурс. Он имеет свой конец, он имеет конкретный объем. И чтобы удержать вот этот контроль над объемами и запасами нефти, естественно, также требуется договориться о квотах добычи. Мы знаем, что есть страны ОПЕК, куда входят практически все мусульманские, арабские страны, страны Африки, в частности, Нигерия, крупные добычи, Калжир, по-моему, входит в эту организацию, плюс Россия, это так называется, ОПЕК плюс Россия. И они вместе координируют квоты добычи нефти. И это очень сильно влияет на формирование самой цены на нефть. Но и самое главное, я подчеркиваю, ресурсы доступной нефти, они резко сократились за последние десятилетия. Вся нефть, которая у нас остается, она труднодобываема. Стоимость ее добычи уже не 10 долларов на баррель, а больше 20 долларов на баррель. Она глубже залегает, ее тяжелее извлекать, требуется гораздо большее капиталовложение. И поэтому это тоже очень архиважный вопрос. Поэтому, как я сказал, вот эти два вопроса, они фактически способны обрушить доминанту долларов в мировой экономике. Ну, это равнозначно Третьей мировой ядерной войне просто на экономическом фронте. То есть, если они не договорятся, значит, начнется Третья мировая война. Совершенно верно. Если не будет договоров. Ну, о чем-то они точно договорятся, потому что их интересы полностью совпадают. Например, Саудовская Аравия, ее баланс бюджета сводится при цене 85-86 долларов за баррель. Поэтому Саудовская Аравия как бы напрямую сама заинтересована, чтобы цена на нефть опускалась, ну, не ниже 90 долларов, чтобы хотя бы чуть-чуть зарабатывать. Вот это же проблема. То же самое у Арабских Эмиратов. Они, конечно, меньше зависят от цен на нефть. У них структура экономики лучше, чем у Саудовской Аравии. Но, тем не менее, это для них тоже миллиарды, десятки миллиардов долларов в год. Поэтому тут есть общий интерес. Но если достижение не будет достигнуто, вот это согласованное достижение по каким-то ключевым моментам, то тогда пойдет все в разнос. Тогда, во-первых, устроится вот эта вот вакханалия. Скорее всего, американцы, ведь надо понимать, заинтересованы в развале ОПЕ. Да, они заинтересованы. Они не хотят, чтобы этот картель продолжал существовать и диктовать цены на нефть. При этом Соединенные Штаты на сегодняшний день уже несколько лет являются лидером мировой добычи. На самом деле Соединенные Штаты сегодня по объему добычи нефти, сырой нефти, находятся на первом месте в мире с большим отрывом от любой другой страны. Вот это надо понимать. Россия находится в 2-й и 3-й местах. Поэтому на самом деле для США это тоже вопрос жизни или смерти экономики. Вот. Поэтому договорятся, скорее всего, мое ощущение, что Путин с Саудовской Аравией точно договорится. И по объемам, и по приемлемым ценам, по удобным коридорам. Второй момент. Тут есть еще одна хитрость. Ведь на Россию наложены санкции, которые запрещают продавать нефть, точнее запрещают покупать российскую нефть выше определенной стоимости. Правильно? Есть это жесткое ограничение. По-моему, там 68 долларов цена барреля российской нефти. Что придумали хитрые россияне? Они обходят эти санкции буквально смешивая нефть, российскую и другую. То есть если мы берем два танкера и смешиваем это в каком-то парку. Один танкер с российской нефтью, другой танкер с арабской нефтью. Мы его смешиваем, то это получается уже не российская нефть. Ее можно покупать. То есть если количество нефти меньше, по-моему, 40 процентов, это уже не считается российская нефть. Поэтому мы берем 60 тысяч тонн арабской нефти, 39 тысяч тонн российской нефти. Это миксуем и продаем, условно говоря, по полной рыночной стоимости. То есть вот эти все механизмы, они тоже должны быть согласованы, урегулированы и одобрены. И тут возникает две проблемы. Если Россия сможет таким образом постоянно обходить санкции, то Европе и США придется принимать какие-то более жесткие санкции. Либо сдавать Украину. То есть тут может быть такое решение, что в конце концов Путин дожмет, а все идет именно к этому. Что скорее всего, вот мое внутреннее ощущение, что Путин дожмет Запад, Европу в частности, которая уже бешено устала от войны в Украине, которая экономически уже на этой войне разорилась фактически. То есть терпит огромные убытки. И вот эту зиму им будет пережить очень тяжело, потому что никаких уже запасов старых, ни нефти, ни газа в Европе просто нет. И вся нефть и газ, который они сейчас покупают, они это покупают по полной стоимости. Поэтому война за энергоресурсы, она как бы имеет место быть. И экономика не может выдерживать любую цену на нефть и на газ. Вот это надо тоже понимать. Поэтому производство из Германии, из других стран Европы сейчас переходит и в Азию, и в Соединенные Штаты, потому что они экономически нежизнеспособны. Вот. Поэтому Путин наносит стратегический удар с целью обрушить экономику, задушить экономику Европы. И таким образом заставить европейцев пойти на соглашение по Украине. Вот это общий стратегический маневр, который есть у Путина. И его поддерживает сегодня однозначно Китай, целый ряд стран Африки, Латинской Америки и Ближний Восток. Мы видим, что они его приняли с распростертыми руками, организовали ему шикарную встречу, шикарный прием. Видно было даже по лицам, что они реально рады такому визиту. То есть, понимаете, ощущение оно таково, что сегодня Путина, условный восток и юг, а это стратегическая линия. Вот раньше Путин, Россия, извиняюсь, она все время пыталась балансировать на отношениях востока и запада, ориентироваться на запад. Но с началом войны в Украине этот вектор кардинально поменялся. Сегодня компас России показывает на восток-китай и другие страны востока, в том числе Индия, например, и на юг, Ближний Восток. И это тоже часть, можно считать, в отношении России юг, Африка. И таким образом вектор сменился. И вот эти все страны, а это десятки стран, и основное население планеты Земля находится на востоке и на юге. Вот это тоже важный момент. В Европе живет 500 миллионов, а в Африке полтора миллиарда. Миллиард чем-то там в Китае, миллиард чем-то в Индии. Неважно, там завышают, не завышают. Но понятно, что китайцев больше, чем европейцев. Тут же это очевидно. Или индусов больше, чем европейцев. И африканцев больше, чем европейцев. То есть соотношение далеко не в пользу Европы. И русские, естественно, все это хорошо анализируют. Они это прекрасно понимают. У них всегда были хорошие отношения с мусульманскими странами, с африканскими странами. Были свои, конечно, интересы, конфликты и так далее. Но вот эта ситуация с Израилем, который дружил с этими странами, также пытался выстраивать отношения. Некоторые страны уже почти ориентировались на Израиль. После начала войны в Газе это отношение резко поменялось. И сегодня все эти страны понимают, что Израиль, который может объявить большую войну, это не стопроцентный союзник. То есть это может быть бизнес-партнер. Израиль может быть технологическим партнером, бизнес-партнером, торговым партнером. То есть когда все хорошо. Но в случае большой войны он именно стучит по голове. Не будет считаться ни с кем. Вот в принципе Путин, понимая все это, поехал срочно выстраивать новые улучшие отношения. Ну если как раз обратиться к тому факту, что вы сказали, что Украину будут сливать, так уже 3 декабря Столтенберг, это глава НАТО, заявил, что Украину ожидают тяжелые времена, Соединенные Штаты отказались давать денег, у них уже больше в бюджете, оказывается нет денег для Украины. А Украина остается один на один с Россией. А Россия там уже воюет не одна, там уже отряды непальцев, отряды африканцев, там уже громадное количество наемников. И Украина остается один на один. Выйдет ли она из этой ситуации? То есть ее уже слили, то есть Путин-то поехал, я так понимаю, с уже готовым результатом западным. Он где-то там, якобы в потайном кармашке, но в принципе его видно, да, что Украину слили, отказав ей во всех финансах. То есть таким образом Путин выходит на первое место, и даже его подавали на человека года, но он не выдержит конкуренции с певицей какой-то. И да, он становится человеком практически номер один в мире, как политик. Тут важно отметить такой момент. Путин действительно, ну я бы его не называл номер один, он все-таки номер два после Сидзепин. Потому что Сидзепин имеет большее влияние на мировую экономику и политику, просто китайцы, они этим открыто не пользуются. Они стараются как бы между капелек все время проходить, да, то есть никого особо не отжимать в надвижд. Вот. И, но реально, конечно, Китай намного сильнее, Россия-то очевидно, но Путин снова сделал, да, такой вот сальто с переворотом, да, сальто тройной тулуп. Путин в мировой политике сделал вот этот тройной тулуп. И фактически произошло несколько вещей. Он встретился на G20, хоть и, это самое, заочно, то есть по видеоконференции. Сразу после этого он поехал, у него были встречи в Средней Азии, да, и сразу после этого он поехал на Ближний Восток. То есть он всем показал, что никакой он не в санкциях, что основной мир его воспринимает, основной мир хочет дружить с Россией. И это объективно так, потому что миру надо российские металлы, российский нефт, газ, российская зернушка, российское удобрение. Потому что без хлеба и без удобрений будет сразу коллапс, будет сразу кирдык, да, там. Германия не может миру дать ни зерна, ни удобрения. Поэтому интересы Германии интересуют всех на месте 16-м. Вот и все. А Америка тоже раньше давала всем зерно, а сегодня ей самой в обрез хватает. Она там чуть-чуть продает по латинским странам, то, что близко, да. Но в Африку она уж точно не будет поставлять свое зерно. Вот это надо понимать. А кушать-то надо каждый день. То, что я все время говорю, что я экономист по сельскому хозяйству, но я очень хорошо понимаю психологию человека. Человеку надо кушать три раза в день. Я сам люблю кушать три раза в день, а может и больше, по мне это видно. Вот. Поэтому я знаю, что это базовый такой, это сам. И я когда слушаю выступления вот этих либерашек, которые покинули и предали Россию и расползли сейчас под всем странам, врага же надо знать, поэтому я слушаю много их там, десяток, полтора. Странно вы как врага. Да, да, но мне же интересно, о чем вы думаете. Живя в Израиле, вы определите врага России. Но мне они очень интересны. Они враги, потому что они выступают за разложение человечества. Вот в этом плане либердота вот эта вот продажная абсолютно. Они все абсолютно продажные. Вот это надо понимать, потому что они, те, кто из них поддерживали власть за деньги, а им все, вот как Пугачева, да, пела в Кремлевском дворце, в Кремлевском. Ей это очень нравилось, получала большие деньги. Потом немножко зашло коса на камень. Она сбежала, но она до сих пор доит из России. То же самое все эти либердохи. Когда они кормились с «Газпрома» на радио «Эхо», а другие либерашки, которые вот в Лондоне они любят, в Чехии, в других странах, и даже, я говорю, вот они даже в Бразилию и Мексику перебрались, да, вот эти вот наши российские либерашки, они все, как это называется, просят деньги на круассан с кофе. Вот им, чтобы задать вопрос, я одному хотел задать вопрос, я ему пишу в Телеграме, не понимаю, а я не обращаю внимания, я как бы пишу, и тут, а там бот отвечает. И вот он пишет, чтобы задать вопрос, 600 рублей пожертвуйте. То есть у них все привязано вот в этой кормушке, да, то есть для, и там другого слушают, так он рассказывал, что у него бедного несчастного в Лондоне денег не хватает, и он сходил с каким-то другим известным блогером, ну, очень известным, и они заказали стейк один на двоих. Но пошли они в дорогой ресторан, и вот, значит, денег у них не было, потому что они бедные, несчастные сейчас, но вот они заказали один стейк на двоих. То есть еда, она как бы остается базой, нерушимой, и это одинаково абсолютно для всех, потому что по-настоящему духовных людей мало, я себя лично к таковым не отношу, вот, я просто знаю то, что знаю, но вот я себя не считаю духовным человеком, особенно, да, вот, а либеражки, они вообще, поэтому я говорю, что Путин, и я всегда это говорю, что самое главное оружие России, это даже не нефть, это зерно и удобрение. Перекройте на один год поставки зерна и удобрения на мировой рынок, и мировой рынок разорвет буржуинов в клочья, вот просто разорвет их живьем, потому что они все будут хотеть есть, и заменить вот это вот зерно и удобрения российские просто нечего. Вот и все. Поэтому Путину легко в этом плане договориться. Тем более все это люди хотят жить в мире, и как бы та же Саудовская Аравия. Посмотрите, какие проекты социальные, шикарные они строят. Новые города, больницы, хай-тек-зоны, а про Арабские Эмираты я вообще не говорю, это страна, которая ушла далеко-далеко вперед, и сегодня Арабские Эмираты, тем более многие русскоязычные, многие россияне бывшие, они тоже находятся сегодня в Арабских Эмиратах, проживают, они все это видят воочию. Да, есть определенные минусы, но в любой стране есть минусы, а в Мексике и в Бразилии нет своих минусов, или в той же Германии, или в той же Швеции. Везде есть свои минусы. Но мы видим, что Ближний Восток очень активно развивается, и он не хочет войны. Меньше всего арабские шейхи и саудиты хотят большой войны на Ближнем Востоке. Вот этого они хотят меньше всего. Поэтому они, договариваясь с Путиным и с другой стороны, сохраняя отношения с Израилем, в принципе ведут себя очень ответственно и очень правильно. Потому что надо уметь общаться и с врагом. С врагом надо уметь общаться. Это еще с древних времен. Ты должен уметь договариваться. Если война нанесет неисправимый ущерб обеим сторонам, соответственно, ты должен уметь договориться. Вот. И я еще скажу по поводу слива Украины. Это очень важный момент. Первым, кто слил Украину, был Израиль. И это факт. Потому что Израиль первым, кто из западных стран, четко заявил, что он не будет поставлять в Украину никакого вооружения. Украинцы тогда на это жутко обиделись. Был даже целый скандал с послом Украины в Израиле. Но я им тогда это сказал. Я общался с украинскими довольно высокопоставленными чиновниками еще в самом начале, год назад. Ну, которые приезжали в Израиль. Вот на пару встречах я был. Я им сказал, не тешься себя надеждой. Израиль никогда не пойдет против России. Это абсолютно исключено. Все, что вам рассказывают наши министры и депутаты, это ложь. Это абсолютная, абсолютная ложь. Они всегда лгут. Они лгут своим избирателям. Они лгут вам в лицо и улыбаются. Я вам говорю правду. И правда состоит в том, что Израиль против Путина не пойдет в открытую. Не будет вам поставлять никаких вооружений. Это был первый удар. А второй удар был сейчас, когда Израиль начал вот эту военную свою операцию масштабную в Газе. Причем, я думаю, один из аргументов в том числе и был, чтобы оттянуть на себя ресурсы Соединенных Штатов и военно-экономические. То есть где-то это тоже бралось в расчет. Сто процентов. Я это просто знаю. Потому что я знаю генералов израильских, которые уже в отставке, но их всех призвали. Вот в этот последний, это самое. И они пищали. Они причем не русскоязычные. Они вообще не особо там в теме того, что происходило на Украине. Но они пищали и говорили, так это так. Мы сейчас возвращаем снаряды американские, которые хранились в Израиле, 155-миллиметровые. Израиль останется без снарядов. Потому что мы договорились с США, что вот мы их вернем. Они у нас были на резервном хранении. А США их передаст Украине. А потом мы получим новые. То есть, ну как бы обновление вот этих вот снарядов. И они сказали их лучше использовать, но в Украину их не поставлять. Ну и фактически тут такое происходит. Война. И естественно все эти снаряды, которые... Это речь шла о 165 тысячах снарядах и различного. Там основной калибр 155, но не только. Там были именно метные, 120, 60 и разные там были еще вооружения. Но вот ни один снарядик из Израиля из-за начала войны не поехал на Украину. И в этом плане это тоже большая победа, скажем, такой подковерной дипломатии против Украины. Потому что Израиль не был заинтересован в победе Украины. И все израильские наши комментаторы говорили со слюнями, брызгали слюной и кричали «Слава Украине!» 99 из них процентов поддерживало Украину. И такие они прямо рассыпались во всех этих... Я всем украинцам говорил, не верьте продажным, тщедушным вот этим вот русскоязычным журналистам израильским. Они лгут, это брехливые собаки, потому что они всегда питались с рук Кремля, а тут они все стали украинцами, рассыпаться стали в любви к Украине. Я им говорил, они вам навешивают лапшу на уши, замыливают глаза, заплевывают, но реально они поддерживают, чтобы Украина проиграла. Потому что когда начнется великий раздербан Украины, Харьковской области, Одесской области, Днепропетровской области, они все туда приедут с российскими паспортами, потому что у них у всех сохранены российские паспорта, а если не у них, так мы их жжем. Они туда приедут и раздербанят, скажут, это наш еврейский дом, это наш еврейский это, это то, это принадлежало нашим олигархам, сделают тут же сделки, подпишут задним числом, уже все подписали, уже все подготовлено. Поэтому еврейские вот эти вот российские, украинские, я уж не знаю, как их считать, я их просто называю русскоязычными, вместе с этими журналистами все себе отплатят, им уже обещали. Они все ходили в российское посольство и резервировали, какая недвижимость будет им принадлежать. В Киеве, в Харькове, в Одессе, в Днепре, так что, чтобы у украинцев не было никаких ожиданий, что евреи их любят и поддерживают. Это чисто любовь до конца войны. То есть, когда станет понятно, что Украина проиграла, и тогда, естественно, они все отвернутся. Потому что, еще раз говорю, эти евреи, они хотят дома в Харькове, а не в Ивано-Франковске. Они хотят дома в Киеве, а не где-нибудь там на Западной Украине. Вот не в Черновцах, во всяком случае. Вот, в общем, такая ситуация. Поэтому Украину начали сливать еще примерно полгода назад. Вот на самом накануне их контрнаступления, мне лично, как военному аналитику, который, ну, даже не аналитику, а как человеку, который немножко разбирается в военной логистике, да, и занимался этим вопросом профессионально, стало понятно, что Украину все приготовились сливать. Мне это стало понятно в июне текущего года. Вот тогда мне сто процентов стало понятно, что это конец. Да, тогда было уже понятно, потому что уже стали отказывать в деньгах Украине. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а когда начнется то самое событие, о котором сказал Столтенберг, он сказал, это 3 декабря, еще раз напоминаю, он сказал, что Украину ожидают худшие времена. О чем он говорил? То есть, я так понимаю, Россия собирается в атаку. Или? Как вы думаете? То есть, что это такое? Да, во-первых, определим время худших времен, да, то есть, они не за горами. Худшие времена у Украины начнутся сразу после Нового года. То есть, это будет середина января, когда все будет подморожено, и российские танки и бронетехника сможет легко передвигаться в Харьковской, Киевской и северных других областях. Сумы, Чернигов и так далее. Соответственно, в начале января российская вооруженная сила, российская армия начнет масштабное наступление, как минимум в трех-четырех направлениях. Ну, это будет два направления на севере. Один со стороны Белгорода, второй со стороны южнее, со стороны Курска на Сумы и, опять-таки, Харьковскую область с юга брать. И, естественно, наступление в сторону Одессы и Николаева. Значит, что означает слово тяжелое? Это означает, что российская авиация и российские ракеты начнут сейчас, вот прямо сейчас мы закончим с вами разговор, и в течение нескольких дней Россия начнет масштабные атаки на энергосистему Украины. И жители вот этих Харькова, Одессы, Николаева, Днепра и других городов останутся без электричества, тепла и горячей воды. Вот это и означает тяжелые времена. И когда Россия их месяц-два поморозит, и люди будут в полном шоке, и будут за миску горячего супа готовы на все. Вот тогда российские войска в этих полушубках, помните сибирские дивизии? Вот точно так же мы то же самое увидим и сейчас. Эти сибирские дивизии уже собраны, поэтому Россия не вводила основные силы, значит, резервные, которые отмобилизовала. Она их в бои так и не ввела, в основные бои. Вот все эти сибирские дивизии в полушубках, вот этих из шкур там или из чего из меха они там это делают. Мы это все увидим. Это будет точно 43-й год. И танки, и бронетранспортеры, и эшелоны, все это поедет вперед. Я с вами согласна, только я вот думаю, если просто брать коварство мозга, да, неважно российского, неважно какого, коварства, то, скорее всего, такое наступление надо сделать перед Новым годом, перед Рождеством. Нет, они не успеют. Нет, не успеют. Дело в том, что я это много тоже с вами обсуждал и с другими, а любая война, это прежде всего логистика. Вот я любую военную ситуацию рассматривал не с количеством пушек и солдат, а с количеством логистики, которое необходимо, чтобы эти солдаты неделю сидели на фронтовой полосе или продвинулись на 30 километров. Потому что я понимаю, что означает продвинуть фронт на 30 километров, на 40 километров вперед. Какая логистика для этого требуется. Поэтому не успеют на Рождество, это случится, скорее всего, или накануне на самом Нового года, или сразу после Нового. Хорошо. Спасибо, Арель.